Так, в этом видео разыграю 20 долларов, первые 10 долларов получит человек, который первый напишет правильное количество вот таких вот значков, которые спрятаны в этом видео, и вторые 10 долларов получит человек, который напишет комментарий, и его комментарий никто не лайкнет 2 часа, но комментарий должен быть осмысленный, я постоянно буду мониторить, постоянно буду следить, и о результатах этого конкурса сообщу у себя в телеграм-канале по ссылочке в описании. Всем привет, меня зовут Ксения, и сегодня я вам расскажу о своих сделках на Форекс за прошлую неделю. На этой неделе я опять еще не торговала, потому что вот-вот будет нонфарм, и я планирую совершить одну сделку. А еще, короче, я переехала, и просто посмотрите, с каким бомбическим видом я теперь живу. С момента, как мое рабочее место переместилось сюда, мне прям хочется сидеть, работать, что-то там, снимать видео, торговать, потому что, блин, работать с таким видом очень круто. Кстати, напишите в комментариях, хотели бы вы тоже работать с таким видом. Так, что я вам скажу по сделкам? Их было всего три, ну, три торговых ситуации, скажу так. Всего два торговых дня. Прибыль меня очень сильно порадовала, в принципе, я считаю, это неплохой результат, но вы обязательно досмотрите это видео, посмотрите, почему я так открывалась, там, правильно ли, по вашему мнению, и вообще напишите, интересен вам такой контент или нет. Так, смотрите, первая сделочка у меня была, вот здесь я ее открыла от уровня, от зоны поддержки. То есть, мне показалось, что вот эта вот формация, так ее назовем, вот эта вот фигурка будет сейчас разворотной, что вот так вот шел нисходящий тренд, и, в принципе, я так и открылась. Тейк выставила вот здесь вот, то есть, у нас здесь есть зона сопротивления, вот так ее можно провести, и я тейк поставила ниже. Почему я ставлю его ниже? Потому что, если цена чуть-чуть не дойдет, чуть-чуть не коснется, будет очень обидно. Она может развернуться и потом выбить по стопу. Стоп поставила за зону поддержки, так скажем. То есть, ситуация в целом была вот такая вот крутецкая. И цена просто коснулась тейка. То есть, прибыль составила 623 доллара. Это вот было 27 июля, и вот 28 июля я тоже открыла пару сделочек. Здесь также открылась в лонг, рассчитывая на то, что цена перестала просто доходить до горизонтального уровня поддержки. То есть, вот этот вот нижний минимум, он постоянно был выше, выше и выше. То есть, цена как бы хотела развернуться и пойти вот к этой зоне сопротивления. То есть, я ждала этого, поэтому я открыла две сделки по полтора лота, потом докинула еще. Я была на самом деле практически на миллион процентов уверена, что будет разворот, потому что вот я провела вот этот уровень тем более. И посмотрите, как офигенно. Обычно в таких случаях как раз стоп выставляется на втором касании этого уровня или чуть-чуть пониже. Ну и короче, чтобы не тянуть, у меня сначала выбило два стопа вот этих. Цена здесь действительно развернулась. Я на самом деле даже не наблюдала за этой ситуацией, я просто ходила, занималась своими делами. Вот. Цена развернулась и как бы здесь вот, в этой точке она там уже по сути должна пробить, по сути уже должна пойти к максимуму верхнему. Но произошел фейл. И вот так меня выбило по стопу. То есть, вот это импульсное движение само на пробитие этого уровня было, но не хватило. Немножко не хватило, чтобы быки дотянули. И здесь, видите, я ушла в минус на 800 долларов, по-моему, с этих сделок. Было обидно, было неприятно, но если помните, в прошлом видео я вам рассказывала, что не буду сейчас там выводить, чтобы у меня депозит был больше 5000 долларов. Потому что мне сейчас психологически тяжело принимать, если я спущусь ниже этих 5000. И вот здесь как раз вот это, мою психологию, вот эта ситуация спасла. То, что у меня на счету, даже с учетом минуса 800 долларов, осталось там 5,5 тысяч. Здесь я даже не знала еще, что меня выбило по стопу. Но даже вот сейчас я мотаю, можно визуально проследить, что вот здесь есть уровень. И когда я подошла к компьютеру, такая нифига себе. И решила как раз вот от этого горизонтального уровня открыться на повышение. Просто выключила запись экрана. Как раз у меня прибыль была там вот минус 286 долларов. Думаю, да ну, короче, потом просто покажу вам в телефоне, как у меня закрылась эта сделка. И буквально через пару часов я зашла к себе в MetaTrader с телефона. И такая, опа, плюс 1839 долларов. Думаю, все, неделю можно как бы фиксировать. Потому что по итогу на счету у меня уже прибыль 2300. С учетом того, что я торгую на этом счету с 18 числа. То есть за две недели я заработала 50% от депозита. Завтра, конечно, точнее вы смотрите это видео сегодня. Значит, сегодня. Скорее всего, уже сейчас скоро будет нонфарм или он уже прошел. Не знаю, как он себя поведет. Я могу идти в жесткий минус. Но теперь у меня есть размах на 200-300 долларов. Могу очень прилично заработать. Тут уж не знаю. Подписывайтесь, в общем, на мой телеграм-канал. Я надеюсь, что вам реально нравится мое творчество. Я надеюсь, что я вам доходчиво объясняю. Всем хорошее настроение. Всем огромного профита. Всем пока.